Немцы построили все, вы видите, да, абсолютно все поливечно, абсолютно, все очень ровненько, более того, удивляет абсолютно современная ширина этой улицы. То есть мы с вами видим, что современная вот эта улица, она вмещает в себя автомобильное движение в одну сторону, в другую сторону, есть огромные тротуары, озеленение, в общем, это современная улица. Надо сказать, что немцы привезли на эту землю новый, очень высокий уровень производственных отношений и специалистов, вот это очень и очень важно. Первые еврейские города, которые были построены, Петах, Кикла, Зикаромьяку, проекты этих городов были заказаны у немцев, да они их сделали. Немцы привезли сюда удобрения, технологии обработки земли, новые, не применяемые здесь. Они обратили внимание, что здесь пьют молоко, но пьют молоко козье, нет коров, они приводят из Германии коров, и с этого начинается мясо-молочная промышленность этой страны, появляются масли и так далее, и так далее. Здесь впервые в Хайфе, вообще всего они построили 9 поселений, 3 городского типа и 6 сельскохозяйственных поселений. Здесь в Хайфе они создали, впервые в этой стране они создали внутреннюю полицию, скорую помощь, пожарную команду. Понятно, что все это было руками энтузиастов, то есть им за это не платили, но они понимали, что это нужно обществу, и они этим занимаются. Немцы построили первые гостиницы для паломников, европейского типа. Вообще они были очень наблюдательные, они умели зарабатывать деньги, они обратили внимание, что паломники, приезжая на эту землю, а количество паломников, особенно в конце 19-го века, резко увеличилось, паломники испытывали здесь колоссальные трудности. То есть они приезжали, как правило, на кораблях, в Яву, в Явский порт, собирались группами и шли в Иерусалим. По дороге грабили, убивали, а главное пешком. Это очень тяжелое путешествие, очень резкий подъем в голову. Те, кто поднимался на автобусе, знают, что это непросто. 60 километров всего, но два дня занимала эта дорога. А те, кто хотел отправиться в Назарет, те должны были из Иерусалима, бешком, идти в Назарет. Другого пути не было. Четыре дня занимала дорога. Описан в Иерусалиме в истории случаи, когда около 800 человек русских паломников, две трети, кстати, были женщины. Вообще женщины, надо отметить, всегда были более активны в этом плане. Отправилась уже в обратный путь. Из Назарета в Иерусалим резко изменилась погода, похолодала и 23 человека умерли. То есть испытывали колоссальные трудности. Немцы в начале 70-х годов, 19-го века строят первые две дороги. Одна дорога шла из Яфу в Иерусалим, и вторая дорога из города Хайфа, то есть отсюда в Назарет. Они покупают 70 дилижансов, и можно было спокойно за 3-4 часа, сев в дилижанс, преодолеть эту непростую дорогу. То есть они создали целую отрасль, прям отрасль создали. Надо было укаживать за дилижансами, там смазывать и так далее, и так далее. Вообще их культурный уровень был намного выше. Ну, сегодня осталось 60 домов, около 60 домов в городе Тель-Авиме, из немецкого подворья, которое было построено в начале 20-го века. В одном доме находится музей. И вот если вы придете в этот музей, обратите внимание, что там есть стиральная машина. 1909 года. Они привезли из Германии стиральную машину, друзья. То есть это был совершенно иной уровень. Евреи очень-очень многому у них научились, и, кстати сказать, истыдились этого. Проходит некоторое время, не пришел, не состоялось второе предшествие Иисуса Христа. Проходит первое поколение, второе поколение, третье поколение. Все меньше и меньше было в это веры, но у них были здесь цветущие хозяйства. Первая мировая война, и немцы, молодежь отсюда, уезжают воевать за фатерлянт. В Германии потерпелось страшное поражение. Те, кто остались живы, вернулись сюда, а здесь уже была другая власть. Надо отметить, что в результате Первой мировой войны развалилось три империи. Австро-Венгерская империя, Российская империя и Османская империя. Вот сюда пришли англичане. Они пришли сюда с дарами в конце 2017 года. А когда закончилась война, они обратились в регуляцию с просьбой дать им мандат на управление этой территорией. Они получили это разрешение в связи с тем, что они обещали евреям создать здесь еврейский национальный дом. То есть государство. Они очень быстро забыли о своих обещаниях, но жизнь продолжалась. И здесь образуются партии. В конце 20-х, в начале 30-х годов выбирают немцы своими представителями, которые их представляли перед властью, перед англичанами, они выбирают фашистскую партию. Друзья, есть фотографии Хайфа. В 30-е годы идет демонстрация немецов. В руках они несут флаги фашистские. Молодежь в коротких штанишках, правая рука выброшена вперед, два пальца, Хайф Гитлер. То есть демонстрация фашистов. И мы не знаем, что происходит с евреями там. И начинаются нападения на немцев. Были убийства, были избиения, были и убийства. Но когда началась Вторая мировая война, англичане увидели в этой группе населения пятую колонну. Не без оснований. Сегодня доказано, что среди них очень псевдно, очень плотно работали представители гестапо. Англичане их просто изолируют. То есть как бы сажают в конслаги. А в середине войны, Второй мировой войны, они их высылают отсюда в Австралию. Докончилась война. Появляется государство Израиль в 1948 году. А в начале 50-х годов Федеративная республика Германия предложила репарацию. Израилю. Огромная сумма, 735 миллионов долларов. Колоссальная по тем временам сумма. За что? За отнятую немцами собственностью евреев. А этих евреев уже нет, их просто сожгли. И Израиль выступил правоприемником вот этого, этих людей. Их нет, и мы получили эту сумму. Колоссальную сумму. Здесь начинаются демонстрации противников принятия репараций. В этих демонстрациях шли десятки тысяч человек, и возглавлял наш будущий премьер-министр Минахи Бегин. В этих демонстрациях шли люди, которые сидели в конслагерях. В этих демонстрациях шли люди, которые потеряли всех своих близких в той мясорубке, которую устроили немцы во время Второй мировой войны. Но наш премьер-министр Бенгурен был реалист. Ему нужны были деньги. Стране нужны были деньги. Он принимает закон, проводит в Классити закон о репарациях, в которых был включен пункт, касающийся нашего разговора. Оценить немецкую собственность на этой земле и вычесть ее, вот эту сумму, из суммы репараций. Это было сделано, и когда сюда в 60-70-е годы стали приезжать немцы из Германии, из Австралии, они приезжали сюда с документами, они приезжали сюда с адвокатами, приходили и говорили, это был мой, я в нем родился. И он построил мой отец, мой отец, все было право. И документы были в порядке, но у нас был договор с Германией, и их отправили в поезд на Германию. Два года назад приезжали последние еще старики, плакали, приходили, смотрели, но поезд ушел. Итак, друзья, казалось бы, все. Нет немцев на этой земле. Закончился их период, то есть они ушли. Я долгое время думал, что их не осталось, а на самом деле они есть. В 1963 году немка протестантка Эмма Бергер получает огромное наследство, миллионах долларов. Она приводит за собой своих последователей, они покупают землю в районе Зикроньякова. Легионины это на горе напротив тех прутов, где мы разводим рыбу. Помните, я вам рассказывал? Они покупают там землю, строят себе фабрик, на гору пропадают немцы, евреи, арабы. Они обратились к правительству Израиля с просьбой дать им гражданство. Через 40 лет от пребывания здесь они получили право постоянного жителя, который накладывает абсолютно все обязательства, как на гражданина, но дает почти все права, кроме двух. Право выбирать и право избудить. Друзья мои, что делают немцы на этой земле? Сегодня около 800 человек. Вы не поверите, они ждут второе пришествие Иисуса Христа. Они убеждены, что их назначение в жизнь, их задача жизненная, жить здесь и помогать Израилю собирать евреи всего мира. И вот когда мы здесь все соберемся, так они считают, естественно, мы примем Христа, и естественно, состоится второе пришествие Иисуса Христа. Они служат в армии, молодежь служит в армии. Они знают иврит, они чувствуют себя полноценными израильцами. Вот такая у нас земля, друзья. Очень непростая. Если у вас нет вопросов, я хочу рассказать о тех городах, которые расположены к северу от Хайфа. Мы их называем краёд. Кирьяк переводил русский язык что-то среднее между городом и поселением. Здесь прозывают вот в этих вот краёд 200 тысяч человек. Плюс Хайфа 275. Вы понимаете, что вот в этом небольшом регионе проживают примерно полмиллиона граждан нашей страны. Это всё города, насыщенные промышленностью, в том числе и Хайфа. Когда-то говорили «красная Хайфа», имею в виду очень сильный рабочий класс в этом городе. Просто я хочу сказать, что это очень рабочие районы. Здесь англичане, надо сказать, что англичане дали колоссальный толчок развитию этого города. Они здесь построили порт. Они здесь построили нефтепроводающий завод. Они построили нефтепровод из Ирака. Прямо отсюда ветка была. Сюда вот нам поступала нефть. Грузили эту нефть на корабли и отправляли по назначению там Англии или продавали на мировом рынке. Колоссальный толчок развитию этого города во время англичанского плоти именно благодаря этому получил Хайфа. И вот насчет этих пяти городов. Я должен вам сказать, друзья, что вот эта дорога, по которой мы с вами едем, она существует примерно два года. До появления этой дороги мы ехали по этим городам. Там одна улица, естественно, называется Иерусалимская. Она пересекает все эти пять городов. Ты доезжаешь до одного номера, дома потом сразу начинается другой город, опять доезжаешь до определенного номера, опять начинается другой город, как очень во многих местах в нашей стране. Так вот, 15 светофоров, друзья. Я от полутора до двух часов ехал и рассказывал подробно о каждом городе, а потом построили вот эту дорогу, то есть государство обратило внимание, построили вот эту объездную дорогу, и мы за полчаса с вами доезжаем из Хайфы в Апку. Это я к тому, что очень много строится, очень много вкладывается в инфраструктуру, страна богатит, и мы можем себе это позволить. Дороги улучшаются, расширяются. В тех местах, где происходит ДТП, спрямляются дороги, ставится освещение. В общем, делается максимум для того, чтобы снизилось количество дорожно-транспортных происшествий и вообще, чтобы мы поменьше стояли в тропе. Мы объезжаем эти города. Кстати сказать, в одном из этих городов находится главное предприятие одного из наших гигантов, военных гигантов. Может быть, вы не знаете, друзья, но Израиль периодически входит в пятерку самых крупных поставщиков оружия в мире, наша очень маленькая страна. Вот в отношении надо отметить, что мы научились извлекать прибыль из наших несчастья. У нас не было армии, у нас не было вооружений вообще 67,5 лет назад. У нас сегодня мощная военная промышленность. Есть некоторые направления, по которым мы, безусловно, первые в мире. Ну, например, беспилотные самолеты. В общем, есть. Наша продукция очень хорошо идет, очень хорошо покупается. Железный купол, на котором вы, наверное, слышали, производится, судя по всему, здесь, потому что объединение «Рафаэль», именно в нем была разработана эта система. 120 стран стоят в очереди, чтобы купить. Мы пока никому не продаем, потому что просто мы боимся, что это попадет в руки наших врагов. Ну, это одно из направлений, чем мы живем. Мы с вами уже говорили о том, что у нас очень высокоразвитая сельская хозяйство, мы говорили о том, что высокие технологии, ну и теперь военная промышленность. Итак, друзья, мы подъезжаем с вами к городу Апко, куда держим путь. Город Апко, я начну о нем рассказывать сейчас. Это очень древний город. История его нас считывает 4000 лет. Первое упоминание об этом городе мы встречаем в XVIII веке до нашей эры. В XVIII век до нашей эры, друзья. В египетских источниках. Второе упоминание тоже. Тоже в египетских источниках, в XV век до нашей эры. Тут у нас третий. Один из наиболее удачливых египетских фараонов. Он приводит сюда большую армию в 1557 году нашей эры. Он сказал, что здесь ему ждет объединенная армия ханаанских царей. Он одержал очень важную победу. И на 300 лет эта земля попадает под полный контроль Египта. До прихода сюда Еврея. Так вот, в списке завоеванных городов мы встречаем название вот этого города. Города Аппо. Мы поворачиваем сейчас и въезжаем в этот город. Был этот город, знал подъемы, знал падения. И дважды этот город оставляли вообще люди отсюда уходили. Но потом возвращались. Место оказалось очень важным. Я просто один пример приведу, чтобы вы поняли, насколько важным являлся этот город. В первом веке до нашей эры здесь, в этом городе встречались Гай, Юрий, Цезарь и царь Иродвелитель. Беспонятно, что это была далеко не дыра. Очень важное было место ну вот в первом же веке до нашей эры даже такая была шутка. В Аппо со своей рыбой не приходи. То есть это был крупный порт, где ловили рыбу, солили рыбу и отправляли по всему миру.